Высокая демография, активная миграция и земля для многодетных. Численность населения в Цибанабалке ежегодно вырастает как минимум на 5%. На сегодняшний день местных жителей свыше 6 тысяч человек. На первый план выходят социальные вопросы. По итогам отчетного собрания председатель Совета ветеранов делится основными. Больше, например, у нас когда-то 45 лет назад была на 700 человек. Сейчас в 10 раз больше населения стало. Учитывая, что у нас еще наделены земельные участки для многосемейных, это еще на тысячу человек, будет увеличиваться. Норма, конечно, под это маленькое помещение, которое у нас находится под почтой, не устраивает. Днем перед зданием почты ажиотажа нет. Очереди выстраиваются по утрам. Один сотрудник и тот до обеда. Люди возмущены таким отношением. Не хочу вот сюда идти только из-за того, что здесь будешь стоять очень долго. В основном не обслуживает до обеда. После обеда они уже не работают. Пишут объявления. Приходится идти на молодежную в конце поселка. Там за каждую бумажку 25 рублей берут. Глава НАПА поручил городским службам найти возможность и создать условия для людей. Для начала найти помещение. Принять на работу еще одного сотрудника в полномочиях федерального ведомства. Очень острый стоит вопрос у нас сегодняшний день по низкому напряжению в сетях людей. Но тем не менее, как-то трудно было. Но, насколько я знаю, люди где-то заменили пять подстанций. И там напряжение стало. Но плохо, особенно на окраинах. В центре еще что-то есть. А по окраинам люди мучаются. По информации Кубанинерго, в 2016 году в округе установлено семь новых трансформаторных подстанций. На двух увеличена мощность. Самостоятельные инженерные сети будут строить на земельном массиве для многодетных семей. В череде повседневных дел жители Цибанбалки не сразу назовут проблемы общие для села. А задумавшись, первое, о чем говорят, о порядке. Автобусы ходят каждые 10 минут. Это очень хорошо. Что можно и в город съездить, и туда, и обратно. И добираться очень хорошо. А так, что грязный, конечно, поселок. Не говорю, что он чистый, грязный поселок. Но сами может виноваты, как жители. Такие слова руководства к действию для сельских глав. Средства из муниципального бюджета идут на ремонт дорог, благоустройство, ремонт социальных объектов. В общественную жизнь надо активнее вовлекать местное население. Заведующая 44-м детским садом Жанна Сорокина говорит, если не сидишь на месте, то и помощь будет. Садик получает ее от главы Анапы, депутатов и предпринимателей. В прошлом году более 1 миллиона рублей на ремонт. Из числа родителей десятки добровольцев в помощь. Положительные моменты – это ремонты. Это, естественно, капитальный ремонт двух групповых ячеек. Значит, это буквально вот он у нас длился до 16 января. Родители очень много помогали. Огромное спасибо, конечно, родителям. Также в конце года нам, значит, Сергей Павлович подписал ремонт медкабинета, который сейчас у нас полностью соответствует Сан-Пино. Решение острых вопросов, озвученных на отчетном собрании, глава Анапы поручил своим заместителям.